здравствуйте мы снимаем снова для вас обзор сортов месяц назад некоторые из них вы видели сейчас вы посмотрите как они изменились как они подросли если у нас хватит памяти на фотоаппарате мы снимем еще одно видео где я буду перевалку делать некоторым своим сортам ну давайте поспешим с обзором и так тут у нас слева наша шикарная пышная красавица это я смотрю за своим микрофоном чтобы он с меня не слетел кто помнит как ее называть это наша идея не подниму она очень тяжелая это наша прекрасная василиса павел ее принес я уже такое поднимать не могу и вот увлеклась и выращиванием очень крупных кустов потому что не так хотелось вам показать доказать примером собственным что нет предела вот какому-то горшочек потому что меня долго многие годы пытали какой размер горшочка для каждого конкретного сорта ну вот я вам показываю что растут бегония бесконечно шире в шире в шире и предел только когда вы скажете вот предел вот предел я это поднять не могу мне это обслуживать трудно пересадить я не знаю и и как теперь вот это мой предел а так я сейчас если микрофон мне микрофон не позволяет ну вот она такая вот она пышная широкая василиса я смотрела ее бы уже пересадить но пересадите ее смогу лишь с большими повреждениями нижних листьев потому что вот они так изогнулись обогнули горшок и привыкли уже так и если я буду поднимать чтобы ее вынуть перевалить и досыпать потом субстрат я эти нижние листья ну половину наверное переломаю поэтому вот вот проблема такая у меня да пока не трогаю ну может быть только досыплю субстрата потому что я горшок при прошлой перевалки использовала чуть больше чем надо но не было у меня вот нужного идеального варианта и поэтому я насыпала субстрата сажала и чуть глубже насыпала субстрата меньше мне хочется досыпать именно сверху потому что там оголились шейки там родились новые розеточки и будет правильно просто сверху досыпать всегда в каждом индивидуальном случае это будет своя история вот здесь я поступлю так вот вот эту бегушку я вам еще не показывала на видео по моему ни разу сегодня я хочу успеть ее при вас перевалить она очень просится это моя красавица кудрявая д.с. джульетта вот у нее такие космические листья и красные черешки волосатые такие пушистенькие если хватит памяти на к на фотоаппарате будем будем вместе с вами переваливать эту красавицу я хотел бы по чтобы ты листики прям снял крупным планом они такие красивые и вот такой листик вот улит очкам хороша вот ну пусть стоит так здесь у меня большая красивая жизнерадостная д.с. весенний сад вот она такая большая на фоне меня видите какой горшочек у нее красивый и вот она такая пышная красотка а это бегонию по моему я тоже еще на видео вам не показывала паша если сможешь возьми крупным планом листья они тут очень живописный очень очень нормальный так да могла бы ее поднять очень сложный у нее окрас можно прямо каждый листик разглядывать а паша у тебя все любимые эти знают да и и еще немного рано переваливать я думала магнетизма я не сказала д.с. магнетизм хотела ее перевалить но посмотрела на корневую еще чуть-чуть и надо тут порасти да если я имею возможность поднимать какие-то кусты то я хотела бы чтобы вы обращали внимание на размер горшочков в которых мои кусты растут и я еще раз хочу сказать что ни в коем случае нельзя бегонии давать горшок на вырост всегда вот так должна бегония покрывать горшочек только тогда у нее будет здоровая корневая система а здоровая корневая система это у нас залог красивых сильных листьев это бегошка я вам показывала может быть и в прошлый раз не помню это красная шапочка это такой очень компактный сорт что вы можете видеть по размеру взрослых листьев вот видите какие у нее маленькие листики и здесь много-много это прямо такая пышная плотная шапочка красная шапочка красная вот они все вот так да да вот так вот и покажи теперь горшок размер горшка вот знаешь поскольку она очень много листьев имеет она все это все это осваивает да тут же еще в количестве листьев в листовой массе так сказать дело здесь две подружки они недавно пересажены поэтому еще у них не так много листьев но не могла не принести уже очень хорош и посмотрите еще я хочу чтобы обратили внимание насколько они отличаются вот есть давайте я возьму буду сама на них смотреть листики да 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 то есть вот так вот отличаются это где-то может и светлые есть какие-то листья вот сейчас светлый обнаружила вот здесь вот чем она старше тем красивее тем чем больше света она получает тем ярче и красивее у нее листья и вот она может быть такой просто огненной красавицы я обожаю этот сорт он настолько фотогеничный он настолько красивый ну просто моя гордость и любовь я не сказала что это наверное как что это это ds love is любовь это помните когда-то была такая жвачка когда мы были маленькие и мы могли придумывать что такое любовь ну и там картинки были такие наклеечки где какие-то были сценки о любви это наш новый будущий сорт опять гремит гром который пока что у меня плюшем называется условно но я его как-нибудь по-другому назову когда он будет готов это где-то осенью он в реализацию и я показывала его вам в прошлом видео я думаю что вам было бы интересно сравнить насколько он подрос ровно месяц назад мы снимали видео с тех пор нет я просто раньше их нарезала а сейчас я хочу показать как он начал замечательно делиться вот посмотрите ничего не прищипываю меня чуть ли не под каждым видео кто-то хочет спросить прищипываю ли я бегония нет ни одна бегония которая здесь растет не прищипываю их тут больше просто может быть не видно издалека но раз два три четыре я вижу пять я вижу пять вот она сама кустица ничего прищипывать ей не надо паш это пока она была одна она росла в одну сторону потом когда уже этих точек роста будет много они каждая на ней какое-то время порастут в одну сторону а потом каждая найдет себе дорогу другую и но им же надо где-то свободное место вот они будут его искать и обязательно его найдут это ваша ты говорил что ты любишь вот это да сегодня ты сказал а как же вот это ты раньше признавался в любви это дс вишни в шоколаде и небольшая дам вы будет больше на и вишня в шоколаде она потому что у нас тут есть на шоколадном фоне красные горошинки как вишенки в торте мне кажется что это так красиво выглядит с каплями дождя сейчас дождь продолжает капать а вам слышно как капает дождь так здесь у меня стоит моя большая пышка ты закрывал объектив пышка это моя большая пышка вот не буду поднимать я уже эти большие горшки хватит с меня вот у нее красивая розовая кайма у нее сильные листья она вся такая детки рождаются но я уже вам рассказывал детки рождаются сразу большими в отличие других сортов в общем сорт такой мощный рослый и я ее люблю потому что она всегда всегда какая-то такая самоуверенная сильная красотка и перед ней стоит сорт которым я вот просто всегда восхищаюсь и всегда вам говорю полюбуйтесь на эти листья полюбуйтесь какие они яркие какие они красивые это сорт ds рождение огня очень люблю эти листья когда они рождаются летом потому что вот летние листья да а вот тут вот смотрите вот это зимний листик вот но он тоже красивый по-своему я очень люблю когда вот такие это на естественном освещении у меня стоит тут у меня половина бегоний на естественном освещении выращены половина под лампами то есть в общем разницы я не вижу можно вырастить качественное растение и там и там просто под лампами ситуация всегда стабильная в окрасе а вот на натуральном на естественном освещении мы видим какие разные листья рождаются в разное время года интенсивность освещения все-таки у нас меняется в зависимости от времени года вот это маленькая вот эту я хочу сегодня при вас перевалить это без ягода малина вот такая аккуратненько шапочка и по размеру листа вы тоже видите что это очень компактный сорт и вот он уже так хорошенечко там разделился видите как их стало много я всегда в горшок сажаю по одной детки они потом сами делятся 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 растут вширь и получаются кустики вот такие и что у меня тут еще стоит пышная красивая огромная тоже не подниму в большом горшке а это д.с. розовая пантера ну паша тут наверное никак не сможет заглянуть в горшок там уже тоже очень много просто лес новых розеточек новых деленок пасынков или как сказать еще на них просто лес хотя конечно же тут тоже была одна всего лишь детка сначала это было растение в маленьком стаканчике потом я перевалила больше больше и больше и вот теперь у меня большое растение которое через какое-то время можно будет перевалить еще больше но я наверное не буду вот такой у меня обзор сортов какие вам из этих понравились больше всего мои фавориты и т.с. love is какие у вас фавориты напишите может быть плюш да может быть вишня в шоколаде вот он средний потому что это же можно понять уже по листу по размеру листа вот лист вот например если мы посмотрим на лист вишни в шоколаде то он покрупнее если мы посмотрим на листья весеннего сада они тоже несколько крупнее а вот ой а ведь у меня было ну ладно ну вот давай посмотрим сюда вот тут листики очень маленькая это очень компактный сорт очень компактный ну следующий раз принесу пишите что вам понравилось а мы сейчас если памяти хватит на фотоаппарате снимем видео о перевалке где я перевалю две бегонии и еще на своих детках покажу какие пора переваливать а какие не надо желаю вам красивых не выключай паша я не попрощалась желаю вам красивых цветов здоровых сильных ярких которые будут дарить вам радость которые вы будете спешить по утрам пить чашечку кофе и созерцать эту красоту встретимся с вами в комментариях и в следующих видео пока